Друзья, знаете, чего я сейчас делаю? Я сейчас использую вот такую вот штуку и наблюдаю, не знаю, как будет видно, но это... Вот, 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 видно. Это у нас... Ну, как они пишут, бинокуляр, вообще это монокуляр цифровой, да еще и с ночным видением, с полным ночным видением. Смотрите, как сейчас, при этом... Смотрите, я вам сейчас покажу одну такую фишку. Вот, он цифровой и может приближать. Я могу сказать сразу, данная штука пишет видео, она делает фото, она пишет видео в 4К, 25 кадров и может снимать в кромешной темноте. То есть полная темнота, полная-полная. Ну, мы с вами, знаете, что сейчас сделаем? Мы сейчас с вами просто-напросто перейдем в мою студию, я ее распакую, покажу вам, как она устроена. Я вообще, кстати, в горах, это горное озеро. Мы потом с вами вот так вот кратенько-кратенько тестируем. Я сохраняю все оригиналы этих файлов, выкладываю ссылочку в описании под видео и, конечно же, в описании под видео я выложу ссылочку на то, где покупал. Ну, а потом мы с вами ночью поедем в горы и в горах потестируем, ну, насколько далеко он может видеть. Короче, и все оригиналы будут вот в описании под видео. Слушайте, ну, цифровой ночного видения бинокуляр, бинокль по сути. Хотя не совсем бинокль, видите, он со стационарным, ну, со стационарным креплением, как они показывают. И мы видим, что у нас тут. Эффективная фокальная длина у нас 50 миллиметров с апертурой 2,2. Так, что у нас тут, 7-дюймовый экранчик. Теперь фокус от 1 метра до бесконечности. Видение в полной темноте, да, литий-ионовая батарейка на 3000 миллиампер, поддержка microSD, 2-х ваттная инфра, ну, люминесценция у нас 2-х ваттная инфракрасная лампа, слушайте. Ну, инфракрасная люминесценция 850 нанометров. Интересно, конечно, но посмотрим, что он из себя представляет и насколько далеко он может бить ночью. Так, у нас есть инструкция, есть у нас сразу вот такой вот ремешочек, при этом он двухсторонний, слушайте, а зачем он двухсторонний? А, с двухсторонной накрепить. У нас есть Type-C кабель зарядки, Type-C, Type-C и сам бинокуляр, по сути. Смотрите. По сути, сам бинокуляр. Вот. Вот таким вот образом он выглядит. Снизу есть крепление, есть регулировка фокуса, прям как на проекторе. Вот они, крепление под вот этот вот ремешок и сверху у нас кнопки. Есть кнопка приближения-удаления, есть у нас кнопка переключения фото-видео, есть кнопка меню и есть кнопка переключения дневной-ночной режим. Ну и, само собой, кнопка включения и ОК. С этой стороны мы видим экран. Экран у нас, кстати, с разрешением каким? 854 на 480. Вполне достаточно для того, чтобы смотреть. Кстати, еще тряпочка есть для протирочки. Очень удобно. И, в принципе, для протирочки линз. Линзы. У нас линза одна. Это, ну, в принципе, я не знаю, почему они назвали его бинокуляр. Потому что линза у нас захвата дна. Вторая это инфракрасная подсветка. Потому что, как только я его включаю, смотрите, у нас загорелся экран. И при переключении на ночной режим у нас загорается, видите, инфракрасная лампа. Это говорит о том, что, ну, в принципе, в военных целях я бы не использовал. Спалить можно в любой бинокль. Поэтому мы рассматриваем это как для туризма, для охотников, для путешественников и тому подобное. Может быть, даже для ночных охранников, для ночных сторожей и других профессий. Но далеко не для военных. То есть, военных в окопах точно запалят. Так, дальше. У нас, ну, мы можем с вами посмотреть. Сейчас мы переключим на простой режим. Само собой, здесь сейчас ничего не видно. Потому что от метра начинается. Но мы можем рассмотреть меню. По меню, смотрите, у нас есть вариант выставления разрешения самого видео. Давайте зайдем. Есть 4K в 25 фпс, 2K в 25 фпс. Теперь 1920 на 1080p 30 фпс и HD в 30 фпс. Выходим назад. Плюсом, минусом можем менять положение самого курсора. Давайте посмотрим разрешение камеры и, ну, именно фото. 2, 5, 8 мегапикселей и 10. Кстати, чем больше ставите мегапикселей, тем дальше оно отодвигает вид. Есть баланс белого. Можно выставить солнечную. Погоду автоматической. Клауди и тому подобное. То есть, слава богу, что они есть. Видеосегменты 5-минутные. 60 Гц частота экрана. И можно вставлять сюда, допустим, отпечаток. Даты, время, экспозиция и автовыключение. Green Protection Time Settings Language. Так, по языку. Сейчас посмотрим по языку. Давайте приблизим. Так, будет, наверное, удобнее. Сейчас посмотрим по языку. По языку есть французский и спали... Ой, русский есть. Русский. Хорошо. Ладно, уже хорошо. Серийная съемка, задержка времени, защита от тряски. То есть, у нас здесь есть, скажем так, антишейк какой-то. Форматировать SD-карту, сброс до заводских настроек и системное сообщение. Что нам системное сообщение дает? Ну, версия, грубо говоря. Его версия нас ничего не принуждает, ничего нам не показывает. Слушайте, ну, больше ничего такого нет. Вот на самом-то деле. Поэтому можно, в принципе, это своем выходить. Все, все, нет, карты памяти. И вот, видите, у нас переключается X0, X1, это приближение. Сейчас уже будем вживую это все дело тестировать. Ой, слушайте, ну, видели распаковку, да? Теперь, смотрите, сразу же я включаю, ну, во-первых, включаю запись. Для того, чтобы вы видели разницу. То есть, мы с вами сейчас вот видим... Видите, долина горная. И вот как она в реале. Насколько она приближает, вы можете оценить. Мы можем также... Ну, давайте ориентироваться, допустим, на верхушку дерева. На верхушку дерева мы можем с вами приблизить... Ой, вот так вот, да. Можем с вами сделать пятикратный зум. Я понимаю, что он, скорее всего, цифровой. Ну, вот где-то эта верхушка там. Где-то там. И вот я могу ее наблюдать. Очень классная тема для тех людей, которые, ну, допустим, следят за животными, следят за какими-то моментами. Я не скажу, что это подойдет для военных. Смотрите, можно фокус менять. Сейчас покажу, как фокус. Вот видите, верхушки видно. Но вы сейчас видите одновременно и изображение. Смотрите, можно поменять фокус вот этой вот крутилочкой. Вот, видели? Вот этой вот. То есть... Все очень даже прикольно. Слушайте, для рыбаков, для охотников вообще охренительная штукенция на самом-то деле. Смотри, как она выглядит спереди. Вот такой вот себе бинокуляр. Ну, якобы бинокуляр. Хотя это у нас линза. Это линза, а это у нас инфракрасный глаз. Скажем так, через него ничего не видно. Даже днем я могу переключить его на режим ночного видения. Ну, конечно, в инфракрасном цвете это будет выглядеть все ужасно. Сейчас мы... Ну, в инфракрасном, да. Днем смотреть это будет нечто. Переключим обратно. Все. Ну, конечно же, после этого надо чуть-чуть поднастроить. Сейчас мы сделаем зум поменьше. Зум цифровой. Он не является у нас каким-то зумом. Смотри, как прикольно. Можно следить за другой стороной за пляжем. Вообще, ну, долина вообще, она очень-очень далеко. То есть, я могу, конечно, камерой попробовать приблизить. Вот так вот. Но у меня на камере, конечно, двадцатикратный зум. И нет никакого, никакого, скажем так, ночного видения. Ну, слушайте. Короче. Давайте. Вода. Движущиеся объекты. Вон, женщина плывет. Ну, кстати, я сейчас посмотрю. Ну, блин. Вот прикольно. Прикольно. Короче, давайте так. Давайте мы теперь дождемся ночи. Я считаю, что очень даже неплохо. Сейчас мы сделаем еще пару фоток. Я торможу запись. Переключаю фоторежим. И сделаю пару фотографий. Давайте долину сфоткаем. Ну, фоткает хотя бы. Ну, пишет окей, значит, фоткает. Ну, знаете, как? Нажимаешь фототь, но пишет окей, и все. Ну, думаю, что... А, ну да, но фотографирует, потому что меняется счетчик. На экране. Да, у нас вот такой вот счетчик кадров. Оставшихся. Меняется. Ну что, теперь дождемся ночи. Основное его, скажем так, преимущество попробуем испытать. Слушайте, ну и пока я на природе сижу, жду. Все-таки темно. И надо посмотреть, сколько он стоит. А стоит он? Мы сейчас на Алиэкспресс. Вообще, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. И, конечно же, опять же, ссылка на проявленного продавца. Вот именно этот бинокль. Лежит в описании под видео. Смотрите, инфракрасный ночной бинокль. Апексель телескоп с пятикрасным цифровым зумом. Все-таки пятикрасный цифровой. Вот, как я и говорил здесь, не оптический. С трехдюймовым ЖК экраном. Смотрите, как они тут показывают все красиво. Смотрите, 7 фотографий. Где у нас еще фотографии? 4К видео, 2 мегапикселя фото. И так они все красивенько. Да, ну вот видите, они его позиционируют для охотников. Все-таки для охотников 70 долларов, ребят. 70 долларов. Здесь показывают они комплекты. И то, что продавец рекомендует. Длин, какие страшные фотки. Видели? Мне интересно, кстати. Все-таки вот ночи жду. Очень сильно хочу попробовать посмотреть, что они показывают. Так, IPX4. Слушайте, а у него есть этот IPX4. Знаете, что такое IPX4? Это защита от брызг. То есть во время дождя можно будет использовать. Ух ты, блин. Конечно, пересвет сегодня. Материал пластик, бинокуляры, апексель, китай. Что они тут еще пишут? Ну все, больше ничего такого интересного нет. Так, и здесь они вот еще у нас показывают полуторакратный цифровой зум. А что, был же трехкратный. А, трехкратный оптический. Вот так вот фиксированный фокус. Телеобъектив 50 миллиметров в расстоянии съемки, чем обычно. Что-то они тут понаписывали такого, вам честно скажу. Двойное и ночное. Двойное использование ручное управление переключателем дневного и ночного режима. Ну что, короче. Ссылки в описании под видео. Будем все-таки смотреть. Сова. Нарисовали сову ночью, как она у нас там показывает. Ну вообще, медведи, они так показали медведя. Ну, честно вам скажу, нырять за медведем точно стремное дело. Ну ладно, все же, встречаемся ночью. Друзья, темнота сумасшедшая вообще. Мы в такой темени. Но смотрите, вы сейчас видите запись. И я вот по дальности могу сказать, что это метров 20-25. Вот я вижу дальность. Вот у нас лес. Его видно отлично. Ну я надеюсь, что мы сейчас не увидим ни диких кабанов, ни медведей. Потому что здесь дикий лес Шпессард. Но тут медведи вроде не водятся, да? Водятся? Нет? Кабаны дикие, да? Ну короче, 20-25 метров это железно. Могу сказать, что видно. Дальше нет, не видно. Но высматривать ночью в лесу очень даже можно. Для войны, сразу говорю, не пойдет. Это у нас бинокль непрофессиональный, он любительский. Поэтому вот как-то так. Ребят, будем делать выводы по вот этим моментам. А если вот я буду приближать? Сейчас посмотрим. Нет, приближение у нас ничего не дает. Просто вот оно приближает то, что видно максимально. Да, метров 20-25. Железно. Вообще, слушайте, темень какой негра в одном месте. Да, ну и хрен с ним. Люди должны понимать, что у нас темно. А что же делать-то? Ну лес зато, смотри, как видно вообще. Лес видно. Смотри, как прикольно. Вообще нищие. Ну что, ребят, я вот рекомендую. Сможешь так, чтобы меня словить в эту штуку? Вот так вот по пояс. По пояс я буду отходить? Ну, друзья, я сейчас стою где-то метрах в десяти. Мне помогает снимать жена сегодня ночью. Ну, очень сильно палится вот этот вот светодиод ночью, инфракрасный. Прям очень сильно для войны не подходит. Ну, короче, я делаю выводы, что вот за эти деньги, да, это вполне нормальный такой себе прибор. Можно использовать темнота, короче. А я хоть там четко меня видно? Ну, короче, ребят, вообще страшно, стремно. Я в храх, в темноте, я ни хера вокруг не вижу. Я вижу то, как... Да иди ты, я боюсь уже. Короче, ребят, я вот на его деньги, я рекомендую в целом. Короче, прикольная штука. Для охотников, наверное, пойдет. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.